Привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, со мной мои собаки, а также спасенные из канализации котеночек Алиса. И сегодня я покажу покупки для котенка, которые я сделала, ведь у меня не было кошки и мне все для нее пришлось покупать. Я потратила больше 10 с лишним тысяч рублей, ребята, и самое дорогое из всего этого это очень классный домик-когтеточка для Алиски, который, я думаю, ей должен понравиться. Сегодня мы посмотрим ее реакцию на покупочки, а также я назову победителей нашего фотоконкурса с кормом Платину. А ты подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, нажимай колокольчик и мы начинаем! Короче говоря, ребят, когда я была в зоомагазине, я не удержалась и купила вот эту вот штуку. Это туннель, вот с такими вот рукавами, я сейчас его тут расстелю. Просто я заметила, что Алиска очень любит пакеты, она прям любит, когда что-нибудь шуршит. Она может залезть в пакет и начать с ним играть, и я подумала, что ей это очень понравится. И я почему-то думаю, что он понравится не только Алиске, но и мои собаки им тоже заинтересуются. Алиска уже пошла в туннель, она сейчас внутри, и Юми пытается как-то ее найти. Кто там уже в туннеле сидит? Я еще подумаю, в какую комнату и где расположить этот туннель, чтобы Алиска и даже собаки могли в нем лазить. Если вы хотите отдельное видео про то, как они все лазят и играют в этом туннеле, ставьте лайк, и я его сниму. Алис, ты где там? Можно даже какую-нибудь придумать игру с этим туннелем, например, приманивать Алиску игрушкой с другой стороны. Она там прыгает. Выходи. Все, вышел ребенок. Заходи. Вот молодец, Алиша. В общем, я сейчас эту шуршалку отсюда уберу, потому что нам нужно будет освободить место для нашего гигантского дома в когтеточке. Начнем с самого необходимого, с самого начала. Это мисочки для воды и для еды. Они у меня были, я их не покупала. Это вот такие вот керамические маленькие розовые мисочки. А также мне пришлось купить, конечно же, лоток и наполнитель. Здесь еще была вот такая решеточка. Но я, ребят, отказалась вот от этого лотка, потому что когда малявочка начала ходить в него в туалет, и она закапывает, как бы копает после того, как она сходит по своим делам, и этот наполнитель разлетался везде здесь вокруг, и я решила купить ей другой туалет. Я купила Алиске вот такой вот, как я его называю, космический туалет, потому что Алиска, как всегда, залезла на полку. Она очень любит, наверное, как и все кошки, высокие поверхности, поэтому я думаю, домик когтеточка ей очень понравится. Короче, этот туалет хорош тем, что у него именно высокие бортики, и когда Алиска копает, весь этот наполнитель не летит в разные стороны, и вокруг все-таки остается чисто. Это такие вещи самой первой необходимости. И, кстати, я купила два разных кошачьих наполнителя, чтобы выбирать, так как у меня опыта нет. Они оба натуральные, только один глиняный, а другой как бы с деревянными хлопьями. Я для себя выберу, какой будет мне нравиться больше. А еще я купила, конечно же, когтерез кошачий, потому что у меня есть только собачие, они отличаются. Но вот как раз расчески мне покупать не пришлось, потому что у меня очень много всяких таких штук для ухода. А кошачий шампунь я взяла у своих близких, у которых три кота и одна кошка, и тратится шампунь очень редко и мало, поэтому они со мной поделились. Мне полезло. Чтобы котенку не было скучно, у него обязательно должны быть игрушки. Ну, у меня уже, во-первых, были разные всякие кошачьи игрушки, во-вторых, у меня была очень крутая игровая станция. Я покупала ее для щенка, но щенку она была неинтересна. А вот Алисе она очень-очень понравилась. Ну, кроме всех этих маленьких игрушечек, мячиков и мышечек, я купила Алиске вот такую вот типичную кошачью игрушку, чтобы играть вместе с ней. Конечно же, Алиске эта игрушка очень нравится. Ведь она такая игривая. Да, эта мышка такая с перышком. У Алисы очень необычное отношение с Юми, поэтому посмотрите предыдущий ролик, кто не видел. Там я рассказывала про то, как они дружат. Бешеный котенок! Я сейчас пойду и притащу сюда наш домик к когтеточку. А пока я хотела сказать, ребят, что у меня скопилось очень много всяких разных товаров из моей рубрики Pet Shopping, покупки для питомцев. И если вы хотите, например, какую-нибудь проверку тех же товаров с Алиэкспресс, что я заказывала для животных, понравились они мне или нет, стоили ли они тех денег или нет, качественные они или нет, то ставьте лайк этому видео, и я сниму такую проверку. А потом, когда смотрите ролик, напишите в комментариях, какие из покупок для Алисы вам понравились больше всего. А я пошла за самой главной покупкой. Что это? Что это такое? Что? Что это такое? Во какая штука! Вот она, самая дорогая покупка для котенка за семь с половиной тысяч рублей. Это вот такой вот большой дом когтеточка в несколько уровней. Он вот такой вот мягенький, приятненький. И Алиска хочет посмотреть, что же это такое. Да, Алис, это для тебя конструкция. Внизу вот такой вот домик. Эй, ну ребята! София Ивановна, выйдите! Главное не разрешать ребятам сейчас заходить и жить там, потому что это личное пространство Алисы. Следующий этаж, это просто вот такая вот мягкая поверхность, а дальше идет вот такая труба-туннель. Алиска? Алиска уже залезла на верхний этаж, верхнюю лежаночку. Здесь такая полочка-когтеточечка. И когтеточка еще есть вот здесь, вот этот такой вот столбик. Еще один как бы этаж и туннель вот такой вот с самого верху в самый низ. И вход в этот туннель есть еще вот с этого этажа когтеточки. То есть там прям лазить можно везде. С этого этажа после столбика когтеточки вот такая вот мягенькая лежаночка, куда и забралась уже Алиска. Алиска очень любит забираться на высоту. И она даже какое-то время спала на холодильнике, и теперь на такой высоте ее точно никто не достанет. Здесь, кстати, есть еще вот такая вот игрушечка. Я надеюсь, кисявке понравится, и она уже начнет поактивнее изучать свой дворец. Просто она недавно поела, и все время, когда покушает, хочет спать. И если вы хотите, чтобы... Короче, я еще обязательно поснимаю, как Алиса поживает в своем домике. Пока Алиса решила отдохнуть в своем замке, мы объявим победителей нашего фотоконкурса с кормом-платином, который мы проводили. И, ребят, я скажу честно, я выбирала тех, кто действительно старался, и это не обязательно должна была быть супер качественная фотография. Наоборот, это могла бы быть и просто фотография на телефон с кормом, но в нее должна была быть вложена какая-то суть, какая-то идея, интересная история, или интересное описание, или сама фотка придумана интересно. Да, Люмичу, не лежи меня за нас! Три победителя в каждой соцсети. Третье место в Фейсбуке. Оля Моисеева и ее вот такие вот милые собачки. Фото получились простыми, но, как я говорила, участвуя в Фейсбуке, у вас больше шансов выиграть, так как там меньше участников. Второе место. Вероника Савкова и ее вот такой вот шпиц. Кстати, его тоже зовут Алиса. И она придумала оригинальную подпись. Алиса в стране платинум. И фото получилось очень красивое. И первое место в Фейсбуке занимает Мария Окунева. Она реально сделала просто шикарные фотографии своих пуделей с кормом. Видно, что Мария реально старалась. Собачки очень красивые, фотографии красочные, и в них передана еще и такая осенняя атмосфера. Поздравляем! В Инстаграме третье место занимает Елена Шлыкова и ее очень милые собачки. Во-первых, Лена сделала не одну фотографию, а несколько. И они все очень разные и очень милые. И каждая из них она написала очень милую подпись. Второе место в Инстаграме занимает Шейла Бьюти Дог или Ольга Васюкова. Оля тоже сделала не одну фотографию, а несколько. И пусть фотографии сделаны не на профессиональную технику, но каждая из них по-своему интересна, оригинальна, с прикольным сюжетом. И первое место в Инстаграме получает Вероника Андрусенко. И ее очень милая собачка. Сразу видно, что Вероника вложила силы в эти фотографии. Они сделаны на разном фоне, в разных позах, и каждая по-своему интересна. В Контакте третье место занимает Виктория Рождественская и ее песик Арчибальд. И не только потому, что Виктория действительно тоже старалась и сделала много разных фотографий с кормом, но поразило и то, что она действительно старательно к каждой фотографии сделала интересный большой текст. Второе место ВКонтакте занимает Анна Титова и ее Йорк. Они не просто красивые и качественные, но она явно старалась подобрать ракурсы, сделать их такими, чтобы они выделялись из толпы и обращали на себя внимание. И первое место ВКонтакте занимает Анна Корнева. Она тоже сделала очень много фотографий. И, кстати, по-моему, они сделаны просто на телефон. Но в каждой из них был написан то стихотворение, то какой-нибудь длинный большой текст. И в каждой есть какой-нибудь оригинальный интересный сюжет и прикольная подпись. И в конце концов Аня сфотографировала свою Берту и даже выложила платинум в виде кулончика. Я думаю, она заслужила первое место. Все эти победители получат разное количество корма платинум и маленькие сюрпризы от Magic Family. Ну и последний, десятый победитель, который получит платиновый кулон. И я поеду и вручу ему его лично. Из всех участников выбирать было очень тяжело. У каждого была своя изюминка. Но я посчитала, что выбрать нужно что-то самое нестандартное и оригинальное. Поэтому я выбрала самую, по-моему, необычную фотографию. Капитан Гарт, Боцман, что у нас с припасами? Боцман Кита, шеф, все отлично, у нас платинум. Мы готовы к кругосветному плаванию. Это Катя Александрова и две ее собаки сфотографированные в лодке. Они даже лодку нашли с надписью Платинум. Да, может быть фотография не такая профессиональная, но это же реально самая необычная фотография с очень интересной подписью. И только потом я увидела, где живет Катя. И это значит, что вручать платиновый кулон я поеду Кате в Сочи. Так что, может быть, ребят, мы там с вами увидимся. Те, кто не участвовал или не выиграл, не расстраивайтесь. Хотя бы потому, что в ближайшее время я устрою еще один конкурс уже для всех. И тех, у кого есть питомцы, и тех, у кого нет питомцев. А вы подписывайтесь на наш инстаграм, вконтакте, на другие каналы. Переходите и скоро увидимся в новых роликах. Пока! Юмичок!